Очень скоро российские инвесторы встретятся в Суздале. Да, инвестировать сегодня гораздо сложнее, многие проекты поставили на паузу, а компании с иностранным капиталом поток новых вложений остановили. И тем не менее ряд предприятий восприняли ситуацию на рынке как время новых возможностей. Об этих проектах и поговорим здесь и сейчас. В студии Максим Никеров, руководитель Агентства экономического развития Владимирской области. Максим, здравствуйте. Добрый вечер. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и это возможность задать нашему гостю вопрос в телефон-студии 32-43-22, код города 4922. Подводить итоги года, наверное, рановато, тем более, что все непредсказуемо. И все же, каким этот год, неполный год или полугодие выдалось для Агентства экономического развития Владимирской области, учитывая, что структура все-таки довольно молодая, два года существует? Действительно, вы правильно подметили. Структура нашего агентства достаточно молодая в нашем регионе, но направление привлечения инвестиций в регионы – это достаточно уже такая обкатанная практика для России и для других регионов. Этот год у нас был яркий на изменение событий, на изменение макроэкономической ситуации, на изменение политической ситуации. И поэтому весь год нам пришлось, что называется, подстраиваться, причем подстраиваться в очень таком быстром темпе. Задача, конечно, интересная, но и трудоемкая. Также скажу, что в этом году большим шагом к усовершенствованию процесса привлечения инвестиций было внедрение инвестиционного стандарта регионального. И мы, среди прочих 40 пилотных регионов Владимирской области, успешно внедрили этот стандарт. Методологией занималось Министерство экономического развития Российской Федерации. И буквально две недели назад прошла финальная защита, где мы защитили свои программы и по привлечению инвестиций, и по внедрению инвестиционного стандарта. Действительно, в рамках новой макроэкономической ситуации в стране поток инвесторов, он в принципе изменился. Если раньше, года даже три назад, мы были очень ориентированы на западные инвестиции, на такие страны, как Финляндия, Германия, другие страны Евросоюза, то по понятным причинам данное направление сейчас закрыто, и в ближайшем времени навряд ли будет перспективным. Поэтому мы полностью переориентировались на внутреннего потребителя, если говорить об инвестициях, и разграничили для себя три канала по привлечению инвесторов. Это, прежде всего, поддержка инвестиционных проектов, которые уже реализуются на территории региона, более внимательные к ним отношения, и именно доведение их до логического завершения. Также привлечение инвесторов внутренних, это компании, которые расширяют свое производство, заходят на новые рынки из других регионов. Ну и, конечно же, так называемое отраслевое привлечение, когда мы анализируем те ниши, которые в регионе и в целом в стране не заполнены, и ищем компании, которые готовы были бы в этих нишах развиваться. Данное направление стратегически для тебя в будущем считаем очень перспективным. — Иностранные компании, или, как принято было говорить, компании с иностранным капиталом, они заявили о том, что в большинстве своем инвестиционные программы в России сворачивают. Сворачивают поддержку, сворачивают благотворительные программы и так далее. Но при этом многие продолжают работать. И для Владимирской области эта ситуация как раз характерна. У нас транснациональные крупные компании, корпорации здесь продолжают работать. Вот у меня вопрос, как у непрофессионала в экономике, а можно ли, не вкладывая, поддерживать работоспособность конвейеров, линий поставок и так далее? Или это все под завесой тайны? Каждая компания проблему решает свою, по-своему и огласки опасается того, как она все-таки это делает? Действительно, для западных компаний работа на российском рынке в нынешних условиях, помимо экономической конкуренции, ее никто не отменял, и борьбы за рынок, и борьбы за потребителей, она еще осложняется и тем, что компаниям действительно нужно теперь функционировать в других условиях. Потому что, как раньше говорили, бизнес as usual теперь невозможен. Компании действительно крупные инвестиционные проекты сворачивают, но здесь даже не по причине какой-то огласки, а по причине того, что в нынешних реалиях спрогнозировать дальнейшую ситуацию они также не могут. Но все, что касается сохранения производства и, как правильно сказали, обслуживания производства и его поддержания в том состоянии, которое нужно, естественно, компании стараются реализовать эти программы. Мы общаемся с ними, бывают определенные сложности, особенно это было весной заметно. Сейчас уже прошел некий адаптационный период, уже все-таки к такой ситуации многие привыкли, нашли возможности, логистические пути и принципы взаимодействия. Ну и, в принципе, некоторые аспекты стали понятны. Красные линии более заметны, для них тоже стали понятны, что можно делать, а что нет. Поэтому компании работают, но, как я еще вначале сказал, конечно, для них это теперь не такой процесс, как был год назад. Или несколько лет назад. Поддержкой и продвижением каких проектов, может быть, тогда уже и конкретно каких проектов, какого масштаба, вы с коллегами сейчас занимаетесь? То есть, какие сектора экономики эти проекты представляют? На самом деле мы очень стараемся диверсифицированно подходить ко всем инвестиционным проектам. И нельзя сказать, что мы там сопровождаем проекты только каких-то крупных компаний или проекты, которые касаются только транспортной отрасли или какой-то машиностроения. У нас сейчас в портфеле сопровождаемых проектов находится более 50 проектов. И все эти проекты занимают практически все отрасли. Это и пищевая промышленность, это и машиностроение, это и логистические проекты, это и проекты в сфере туризма. Сейчас это особенно актуально, учитывая, что внешний туристический рынок стал сильно ограничен. Поэтому спрос на внутренние качественные туристические услуги будет расти. И здесь крупные компании не боятся заходить, что называется, сейчас в эту отрасль. В частности, наверное, уже наши телезрители знают, буквально на прошлой неделе такое было большое событие. Это очередной шаг в сотрудничестве с логистической IT, логистической торговой компании Wildberries. Торговый центр, не торговый, а логистический центр, который будет построен у нас в районе поселка Ворша. Также уже на финальном прединвестиционной стадии находятся другие проекты. И, как я рассказал, все-таки это теперь внутренние инвесторы, это внутренние компании, которые зачастую сейчас более даже активно занимают те ниши экономики, которые по сложившейся ситуации высвободились. Три копейки про Wildberries, хотя три, наверное, мало. О том, что этот проект здесь, на Владимирской земле, может состояться, и уверенно может, заговорили несколько лет назад. И вот только-только, оказывается, последняя точка, хотя уже по-разному на эту тему посмотрели и бизнесмены, и, понятно, что местные жители тоже. Позиции разные, но дело не в этом. А в том, что до последнего сама компания выбирала площадку, по-прежнему такая высокая конкуренция за инвесторов у регионов российских, и даже, может быть, внутри области, потому что я знаю, что были планы, они построили Wildberries по Владимире рядом с Яндексом, а это граница того же района, но три метра сюда, три метра сюда, и уже другой бюджет. Много вопросов, но, пользуясь случаем, тогда расскажу и вам, и, наверное, телезрителям. С точки зрения компании, компания очень полномерно расширяется, и особенным драйвером ее рост стали как раз последние три года. Это годы пандемийных ограничений, когда, в принципе, интернет-торговля очень бурно развивалась. А компания, благодаря своей маркетинговой политике и своим управленческим решениям, фактически возглавляла рост интернет-торговли в России. Поэтому закономерно, что компания должна развивать свою инфраструктуру, становиться ближе к потребителям в разных регионах. И наш регион, среди прочих регионов, здесь не будем балукавить, наш регион был выбран совершенно объективно, потому что мы находимся в очень удачном транспортно-логистическом коридоре, а учитывая очень быстрое строительство и введение трассы М-12, здесь для компании не было никаких вопросов относительно того, что через наш распределенный центр будет снабжаться достаточно большая территория. Но конкуренция за инвестора все равно есть, и для такой крупной компании нам, как региону, за этот год пришлось тоже пройти некий такой путь адаптации и обучения. И мы под руководством заместителя губернатора Александра Александровича Ремига прошли большой такой путь по приведению нашего регионального законодательства в некое соответствие к новым реалиям. Потому что, допустим, раньше в региональном законодательстве даже понятия такого как маркетплейс его не существовало. И мы с помощью прихода этого инвестора значительно улучшили свою регуляторную политику и изменили свои региональные нормативные акты. Потому что, как сейчас говорят, предприниматели, бизнесмены должны не согласованием заниматься, а бизнесом. Поэтому наша задача здесь, как органов власти и структур, которые сопровождают эти проекты, давать качественную обратную связь и адаптироваться под эти новые условия. В Упиноле туризм добавим интернет-торговлю. Какие направления вложений основательно просели, а какие наоборот настолько весомее стали для экономики? Здесь первое, что приходит на ум, это, конечно же, отрасль автокомпонентов. Но она как просела, но с другой стороны, так и есть некие тенденции ее изменения, ее ландшафта. Если раньше основными потребителями автокомпонентов были конвейеры международных компаний, которые одна за одной покинули по разным причинам рынок, соответственно, огромный объем этих предприятий, компаний, которые производили продукцию для конвейеров, они ищут территорию, как перераспределиться. То же самое возможно с компонентами, которые раньше приходили только из-за рубежа, в частности, в продуктах питания. Мы буквально недавно ездили к коллегам в фонд Сколково, и там на территории технопарка Сколково крупные российские компании проводят такие исследования по выработке новых компонентов пищевых, которые раньше поставляли только из-за рубежа. И сейчас это направление, я знаю, некоторые компании со скоростью, условно говоря, решения за день принимают о входе в эту индустрию и замещению таких требуемых продуктов, в частности, как растительный белок, который, оказывается, раньше был полностью завезен. Отрасль строительных материалов сейчас показывает неплохой рост, и у нас сейчас в портфеле порядка трех проектов по созданию предприятий, по производству строительных материалов. То есть строительство, как отрасль, поддержанное государством, ну и, в принципе, как такая системообразующая, она неплохо себя пока что чувствует, и есть хорошие перспективы. Ну и, конечно же, все, что касается микроэлектроники и компонентной базы. Я думаю, что уже известно, и вот сейчас эта тема будет активно подсвечена на инвестиционном конгрессе в Суздале. Создается большой кластер, так называемая «Алмазная долина», и речь идет о создании именно компонентов для микроэлектроники, для скорейшего замещения ключевых компонентов в сетях связи и компонентах машиностроения. У нас есть на линии дозвонившийся. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, ребят, здравствуйте. У меня такой вопрос. Что нужно сделать, чтобы больше реестров приходило в вашу область? Спасибо. Вопрос. У нас ответ есть на него сейчас? Я думаю, что да. И мы на самом деле достаточно четко видим, что нам нужно в ближайшей перспективе сделать для того, чтобы именно в данной ситуации инвесторы приходили в регион. Первое – это, конечно, снять все административные барьеры, которые, в принципе, мы неплохо, что называется, в рамках ежедневной работы анализируем. Дальше – это, конечно, инфраструктура. Все регионы сейчас без исключения занимаются тем, чтобы данное узкое место в рамках реализации инвестиционных проектов убрать. Потому что инвестор, современный, как и современный потребитель, он привык к высоким стандартам. Для реализации компании, предприятий, инвестору нужно, что называется, все под ключ. И для этого им нужно и хорошее предложение по так называемым площадкам «Браунфилд». Это уже готовые помещения, где можно снять необходимую арендуемую площадь. И также развитие площадок «Гринфилд», там, где можно построить свои предприятия. Наш регион сейчас по поручению губернатора уже проработал такие площадки. Наши коллеги, корпорации развития Владимирской области, в частности, сейчас прорабатывают большую дорожную карту по развитию пяти таких индустриальных площадок. Потому что это очень важно для прихода именно новых компаний, новых инвесторов, чтобы ничего не сдерживало инфраструктурно развитие их проектов. Да, извините, хотел уточнить. Вот те проекты, о которых вы говорили, отвечая на предыдущий вопрос, это проекты, в первую очередь, с нуля или это развитие готовых проектов расширения, если угодно, ну или диперсификации? Я думаю, что 50 на 50 есть много проектов, которые расширяются, и их расширение обусловлено взрывными темпами потребления продукции. В частности, сейчас крупными темпами расширяется компания Валфекс, это такой крупнейший производитель систем отопления и водоснабжения. Этот рынок сейчас очень серьезно растет, как я и говорил, строительство. Многие другие компании, ввиду того, что большие группы товаров ушли, либо их логистика и их завоз на территорию России стал просто дороже или не так удобен. А часть компаний, это действительно новые проекты, но новые они, может быть, для нашего региона, как я говорил, это может быть расширение производств других регионов. Об адаптации компании региона к новым условиям в конце прошлой недели рассказывал прессе замгубернатора Александр Ремига, я предлагаю его и послушать. Экономика Владимирской области практически без потерь переживает санкции, введенные против России. Объем инвестиций превысил все прежние показатели и достиг 160%. Часть суммы сгорит из-за инфляции, но регион все равно останется в плюсе. Об этом сообщил в Рио вице-губернатора Александр Ремига. Многие продолжают вкладывать, продолжают занимать ниши. Могу сказать, что очень хорошими, мы обладаем несколькими примерами, когда у нас компании довольно-таки устойчивые в своих отраслях. После того, как западные компании начали уходить с нашего рынка, наши компании, в том числе с нашего региона, начинают занимать эти ниши. Активно поддерживает регион развитие экспорта и импорта даже на фоне санкций. Предприниматели наладили контакт с поставщиками из восточных стран. Одна из владимирских компаний поставляет современные инструменты для промышленных предприятий по всей России. Качественную оснастку привозят из Китая. Еще часть комплектующих параллельным импортом из Европы. Наша молодая компания развивается в условиях меняющейся экономической и геополитической ситуации. И на фоне негативных последствий возникают новые возможности, которые мы, естественно, стремимся использовать для того, чтобы помочь предприятиям города Владимира и области адаптироваться к новым условиям. Наша задача – это обеспечение предприятий машиностроительной отрасли металлорежущим инструментом и оснасткой. В Белом доме считают, что поддержкой для бизнеса станет и Владимирский инвестиционный конгресс. Он будет проходить в Суздале с 1 по 3 декабря. Впервые на форуме организуют выставку-презентацию. Свою продукцию представят десятки компаний. Говоря об инвестициях, сегодня мы говорим о российской инвестиции. В первую очередь рынок перестроился или продолжает перестраиваться? Инвестиции сейчас – это удел сильных и смелых, у кого горизонт планирования больше нескольких месяцев? Я думаю, что сейчас и те, кто с более продуманной позицией, с холодной головой инвестировал, но и к ним добавилось много людей, которые готовы более активно пользоваться ситуацией, которая сложилась на рынке. Потому что, как было и в предыдущем сюжете, как мы сегодня говорили, это достаточно такая нечастая ситуация на рынке, что за быстрое время в экономике освобождается такое большое количество каких-то ниш для инвестирования, для реализации производства. Потом, по нашему мнению, необходимо учитывать еще тот фактор, что достаточно большой сектор экономики, так называемый спекулятивный, финансовый, он просто перестал существовать, так как свободное обращение валюты, свободная продажа, ушла из видов, из инструментов дохода. И, соответственно, для сохранения достаточно большого количества денег, в любом случае их нужно вкладывать в экономику, остается реальный сектор. Отсюда мы в марте и летом, да и до сих пор, мы получаем гораздо больше сообщений, предложений о том, что какая-то компания готова проинвестировать в упакованный инвестиционный проект. И на самом деле сейчас это подстегивает уже предпринимателей, стартаперов, для того, чтобы создавать такие проекты. Потому что раньше такого предложения проинвестировать в ваш проект, его либо не было, либо оно было очень таким эпизодическим. Вот из тех компаний, из тех предприятий, проектов, у кого инвестиции на стопе, кто-то за, ну, кто официально так заявил, у кого-то за эти месяцы поменялась позиция. То есть вам известны такие проекты Владимирские, где решили, ну, ладно, все. Теперь правила игры другие, но они понятные. Играем. Я позволю себе, ну, не называя компанию, но примеры совершенно очевидные. Стоп в основном получался, так называемый стоп в реализации проекта, получался в основном из-за невозможности получить то оборудование, которое компании закладывали при проекте. Это было наглядно в конце зимы и весной, но летом данные правила игры уже стали более-менее компаниям понятны. Они оценили возможность получить либо то же оборудование, но другим способом, либо уже сейчас ведутся работы по корректировке проектов и замене этого оборудования на оборудование производителей других стран. С точки зрения каналов продаж, сейчас уже тоже в основном экспортеры переориентировали свои потоки. Не скажу, что на 100%, но основные продажи, основной пакет, он уже адаптироваться. И вот в частности, наша тоже структура, региональный центр экспорта в этом помогает предпринимателям. И когда у наших инвестпроектов возникают такие вопросы, мы стараемся синергетически этот вопрос решать. Я вот вернусь к вопросу нашего телезрителя, Игоря, о том, какая поддержка сегодня требуется инвестпроектам. Вот если говорить о приоритетах в том, какая поддержка нужна. Это вопрос площадей, коммуникаций, налоговых преференций, корректировок законодательства, а может быть маркетинг, может быть информационная какая-то, ну то есть вот то, где сильна именно Владимирская область. Вот что в первую очередь? Вы знаете, здесь как и раньше, так и сейчас наблюдается стабильность. Инвесторам и до 2022 года, и сейчас нужны все инструменты, которые помогают их проекту быстрее запуститься, стать более устойчивым, найти партнерские связи, сократить срок покупаемости проекта за счет снижения капитальных затрат. Все эти инструменты компании сейчас используют, и инвесторы становятся с каждым днем более грамотные. Они четко структурируют свои инвестиционные проекты и понимают, по каким направлениям они могут получить поддержку государства в федеральном уровне. Они точно анализируют законодательство региональных органов власти и понимают, в каких регионах что могут получить. Они смотрят не только на экономику, инфраструктуру, но также уже сейчас переходят и к так называемым некапитальным мерам поддержки. В частности, мы, понимая один из таких ключевых факторов, как человеческий капитал, большую работу сейчас проводим в направлении того, чтобы инвестор к моменту, когда запустится его предприятие или его проект на территории региона... Кадры получил готовые? Уже получал и упаковывал свой проект готовыми кадрами. Естественно, не на 100%, кого-то он перевезет из другого региона. Но, в частности, у нас большой проект, даже идет проект «Наше будущее», в котором мы совместно с студентами рассказываем молодежи, университетов о тех компаниях, которые в регионе работают. О том, что есть интересная, высокооплачиваемая, перспективная работа. И многие компании у нас стали уже такими передовиками своего HR-бренда. Многие компании уже очень глубоко в этой теме, и мы, показывая опыт этих компаний, даем другим пример, что сейчас, помимо вашего сырья, инфраструктуры, кадры, это является тоже важнейшим вашим рыночным преимуществом и инструментом в конкурентной борьбе. Поэтому здесь мы подставляем тоже свое плечо. О предстоящем Суздальском инвестконгрессе чуть позже, ну а пока о том, что слово «перестройка», кажется, в наши дни приобретает новый смысл. Об этом сюжет, мои коллега. Бизнес помогает мобилизованным. Этот индивидуальный предприниматель еще недавно производил тенты и чехлы для садовой мебели. Теперь это отошло на второй план. На первом спецзаказ для армии. Это наш спальник, который мы сейчас уже поставляем на передовую. Зимние спальники здесь производят с учетом пожеланий бойцов. У учредителя швейного производства Дениса Спирина родной брат на передовой. От него узнал, что стандартные спальники шириной до 75 сантиметров неудобные. Пришлось разработать свои параметры. Для взрослого мужчины, особенно в одежде, это очень узко. Соответственно, мы сделали версию 90 сантиметров. Перчатки тоже новинка. Еще даже не запущены в производство. Теперь важно, чтобы хватило непромокаемой ткани. Последние месяцы спрос на нее возрос. На основу-то как бы из тонкого материала шьется. С этим посложнее. Почти как каждую единицу приходится вырезать вручную. Но мы стараемся, работаем. В месяц на этом предприятии могут делать около тысячи спальников. Также для военных здесь производят термоизоляционные коврики. Мы определенную партию, то есть 50 спальников и 50 туристических ковриков, мы передаем фонд области бесплатно. Да, мы будем закупать. Все это уйдет на передовую. Другое киржаческое предприятие наладило выпуск печек. Легких, надежных, универсальных. Могут работать на разных видах топлива. Должна быть возможность отопления и на дизельном топливе, и на отработанном масле, и на дровах. Поэтому предприятие, по сути дела, в порядке такого уже военного неокра, быстро адаптирует разработку под нужды. Под блиндажи, под палатки, под полевые условия и так далее. Такая печка согреет и бойцов на передовой, и жителей, например, подшефного Докучаевска. Производство поставлено на поток. Ребята остаются и в послерабочее время для того, чтобы собирать данные изделия и помогать жителям, которые попали в непростые условия солдатам, помогать как можем. Это то, что мы делаем хорошо. Тепловая техника – это наша специализация. Отмотаем два с половиной месяца назад. Осенью во Владимире провели промышленный конгресс, который посетил полпред Игорь Щеголев. Как бы вы оценили эффект от такой представительной встречи с промышленниками региона? Учитывая, что его в первый момент, может быть, еще и трудно понять. Прошло время. Вот как этот эффект ощущается сейчас? Мы видим, как основной эффект от таких мероприятий – это эффект очного общения. Потому что в череде быстро меняющейся ситуации и огромного количества проблем у каждого предприятия, у каждого бизнеса, что называется, каждый день в рутине. Иногда исключается возможность этим предприятиям и этим компаниям между собой встретиться и обсудить и переговорить какие-то свои внутренние проблемы и решения. Мы видели много таких диалогов, когда компании друг с другом делились относительно, как они поменяли поставки тех или иных материалов, что у них сейчас с платежами в иностранных банках. Они делились, и это самый главный эффект. Ну и второй такой большой задачей этого Конгресса было обсуждение уже практически готового, большой законодательной инициативы, которая, в частности, будет обсуждаться сейчас и на Суздальском экономическом Конгрессе. Это поддержка и развитие ответственного ведения бизнеса, так называемая ЭКГ – «Экология, кадры и государства», где бизнес и органы власти как раз на нашем форуме обсудили параметры и аспекты, как поощрять ответственное ведение бизнеса, которое в нынешних условиях очень важно. А теперь Суздаль, уже очень скоро, новое мероприятие, большая встреча бизнесменов, третий Владимирский инвестиционный Конгресс. Опять же, это скорее такая витрина региона, будем встречаться, будем разговаривать, или это площадка для заключения серьезных контрактов, или, опять же, учитывая ситуацию, пока главное об этих контрактах начать договариваться. Действительно, для нас это уже третий раз Владимирский инвестиционный Конгресс. Мы очень рады, что традиция продолжается, и правильно вы поставили вопрос. Основной задачей проведения Конгресса для нас, для региона, для бизнесменов, для органов власти является именно продвижение региона во внешний контур. Информационная повестка сейчас очень насыщенная, и пробиться в федеральную, а уж тем более какую-то международную повестку достаточно трудно. И также очень трудно собрать в одном месте большее количество предпринимателей, общественников, органов власти для того, чтобы все вместе как и обсудить проблемы региона, так и, правильно вы сказали, представить регион в лучшем свете. На данный форум мы приглашаем более 20 делегаций иностранных государств. Естественно, не все подтвердились, но достаточно большой интерес вызывает. Также, как и в прошлом году, мы активно приглашаем делегации из других регионов. Многие регионы уже не первый раз к нам поедут, и для них эта площадка тоже очень важна с точки зрения обмена опытом, а также с точки зрения кооперации. Потому что в этом году слово «кооперация» в рамках нашего форума имеет очень важное значение. Потому что с учетом изменения логистических цепочек, цепочек продаж и цепочек расчетов, кооперация между предприятиями внутри регионов очень важна. А порой бывают предприятия внутри региона не очень хорошо знают друг друга. Не говоришь о том, чтобы была возможность познакомиться с предприятиями из других регионов. В частности, у нас будет на форуме несколько форматов. Это, естественно, деловая программа. У нас будет проходить более 30 различных круглых столов тематических сессий, которые будут касаться и финансовых мер поддержки, и, как я уже говорил, развития кадрового потенциала, ответственного ведения бизнеса. Также семинары, связанные с кооперацией и развитием отдельных отраслей. Также хотим в этом году уделить большое внимание развитию инновационного предпринимательства с нашими партнерами фондом «Сколково». И, учитывая то, что теперь экономика в стране становится более самодостаточной, много поговорим о креативных индустриях, промышленном дизайне и, конечно же, туризме. Чем, на ваш взгляд, форум, не форум, конгресс сможет удивить? В этом году у нас будет новый формат. Если первый конгресс, который проходил в рамках пандемийных ограничений, был исключительно онлайн, то в прошлом году мы сделали уже гибридный формат, и когда сессии проходили с фактическим присутствием участников онлайн, то в этом году у нас добавляется новый формат – это выставка. В этом году мы представим уже воочию продукцию разных компаний региональных и сможем гостям, что называется, уже не только рассказать, но и показать. Ну и самое главное, пользуясь наличием такого города-музея под открытым небом, всех приглашаем в Суздаль. Спасибо большое вам, Максим, успехов и еще раз успехов, потому что этот успех не только ваш личный. Спасибо большое, всего доброго. На сегодня все. Завтра на прямой линии с нашими зрителями. Руководитель Коврова Елена Фомина. У вас есть какие-то вопросы? Задавайте в соцсетях сейчас или по телефону эфира завтра после 7 вечера. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok